По давно зародившейся традиции, прощание с десантниками, отслужившими установленные сроки срочной службы, проходит на священной земле Брестской крепости. В этом году в запас увольняется порядка 400 парней в тельняшке и голубом берете. То, что им удалось пройти за эти полтора года, сможет выдержать далеко не каждый. Но вот, настал долгожданный май, все боевые задачи успешно выполнены, пора возвращаться домой. Сегодня наступил долгожданный момент для наших военнослужащих, которые выслужили установленные сроки срочной военной службы. Этого момента они ждали очень давно. Для бригады в очередной раз наступает грустный момент, потому что наши ряды покидают военнослужащие, которые за период прохождения срочной военной службы приобрели опыт, стали настоящими профессионалами своего дела. Ну и, конечно же, командованию бригады печально и горестно прощаться с такими профессионалами. За период прохождения, не только за этот год, а за период прохождения срочной военной службы, военнослужащим, я не побоюсь этого слова, отдохнуть не пришлось. Времени для этого предоставлено практически не было. Они выполняли учебно-боевые задачи, выполняли задачи повседневной деятельности, которая тоже требует большой самоотдачи. Вот. Но я оцениваю у всех военнослужащих твердо на отлично. Голубой берет и тельняшка – это неотъемлемый символ десантника. Теперь солдаты 38-й Бреска отдельной десанто-штурмовой бригады, увольняющиеся в запас, будут хранить их всегда и никогда не откажутся от славных традиций. За полтора года именно эта воинская часть делала из вчерашних мальчишек, настоящих мужчин, которым теперь по плечу любая задача. Наконец-то это время пришло, уже домой пора. Время на самом деле быстро пролетело, под конец тянется. Были свои моменты веселые в армии, где на гражданке такого не будет. Никаких сложностей не было. Служба как служба. Завтра выеду домой, начнется новая гражданская жизнь. В армии стал немножко мужественнее, изменился характером. Прошла очень интересно, быстро. Какие-то разные всякие задания, боевые задачи выполнялись. Поэтому я рад, что она прошла быстро, интересно. 111-й артиллерийской бригаде в этот же день также проходило прощание с военнослужащими, увольняющимися в запас. В этой воинской части Брестского гарнизона прощаются с 39 солдатами срочной службы. За полтора года они стали настоящим примером мужества и верности воинской присяге. Я уверен, что вы стали ярким примером верности воинской присяге и исполнения воинского долга. И я также уверен, что и в дальнейшем вы будете получать здесь закралка, вам позволить дальнейше преодолевать все те трудности на пути к поставленной цели. Я уверен, что вы в дальнейшем будете нести гордое звание артиллерист. Поэтому от всей души я хочу пожелать каждому из вас мирного неба, счастья, любви и всех благ. Выполняли задачи, учебные задачи, которые предназначены для освоения своей специальности. Ну и в целом задачу выполнили, справились, получили свою специальность. И уже в дальнейшем, когда их будут призывать на сборы, они смело, спокойно, свободно могут управлять этой техникой. Ну и в целом выполнить задачу. Артиллеристы, точный дан приказ. Артиллеристы зовет отчизна нас. Теперь строки из этой песни ребята не выбросят из головы, ведь полтора года они носили гордое звание боги войны. И тот гул от Гаубис, когда на счет 333 производится выстрел орудий, навсегда останется в их памяти. Ощущения очень крутые на самом деле. Когда пришел в армию, было сложно именно в начале перестроиться на вот этот режим армейский, с гражданской жизнью, так вот скажем. А потом привыкаешь, приезжаешь на полигоны, как-то все в новую, такое все интересное, непонятное. Конечно, трудно на полигоне, но со временем привыкаешь и хочется еще и еще ездить. Все объяснят, все расскажут, понимают все, принимают как есть. Какие-то трудности возникают, все, пошли, помогли, все вместе собрались. Если не понимаешь все, объясняют, то в точности с мелочами, как надо делать. Всего в Беларуси в мае 2022-го увольняется в запас порядка 6 тысяч военнослужащих. За год и за полтора года службы именно армия сделала из них настоящих мужчин, которые готовы встать на стражу своей страны, если поступит такая команда. Сегодня престиж белорусской армии высок, как никогда, а уровень профессионализма офицеров позволяет обучить любого солдата военной специальности с нуля. На страже нашей Родины стоят настоящие защитники.